Профилактика рака органов желудочно-кишечного тракта. Во всем мире заболеваемость падает, во всем мире смертность падает, но тем не менее в первой пятерке по-прежнему остается в большинстве стран мира. Это часто и по своей смертельности на втором месте после рака легкого онкологического заболевания. Это инфекционное заболевание, за это дали Нобелевскую премию. Все начинается с инфекции хеликобактер пилори, хронический антральный гастрит, атрофический гастрит, неполная-полная кишечная метаплазия, дисплазия и так называемый рак кишечного типа, который 95% заболевшим раком желудка, рак кишечного типа. Хеликобактер пилори признан всемирной организацией здравоохранения канцерогеном первой группы, то есть для него безусловно доказана канцерогенная опасность для человека. И мы акстрийский консенсус 4. У нас в стране 80% людей заражены хеликобактером пилори. Всех лечить нельзя. Мы получим антибиотикоустойчивые формы. Но я не привожу рекомендации там язвенной болезни и прочее. А вот наше дело. Больные с атрофическим гастритом, а также пациенты любого возраста, и это любого имеющего кровных родственников, больных раков желудком, обязательно излечение. Ирадикация инфекции хеликобактер пилори тоже не привожу. Там уже стандарты первая, вторая, третья линия. И ирадикация хеликобактер пилори сегодня признается как эффективная химиопрофилактика рака желудка. И это уже доказанно. Действительно смертность от рака желудка снижается. Возможно скрининг рака желудка сегодня по гастропанели. Это без биопсии мы можем поставить диагноз атрофического гастрита, пизгастроскопии и фиброгастроскопический скрининг. Правда всего единственная страна в мире удалось им решить эту проблему с помощью фиброгастроскопии всего населения. А это Япония и снизить смертность от рака желудка. Ни в одной стране это не было повторено. Но я-то не вот в Казахстане, когда проводил учебу, мне казахи сказали, нет, а у нас тоже есть гастроскопический скрининг рака желудка. Это тоже наша национальная проблема. Я стал об этом говорить, и за некоторое время они мне говорят, все, прекратили мы эту программу, потому что денег много потратили, эффективность не получили. Так, рак толстой кишки, есть наследственный рак толстой кишки, мутации я здесь перечисляю, есть спорадический риск, вот факторы риска представлены. Есть предраковые состояния, это семейные и спорадические аденоматозные полипы, это не специфический язвенный колит и болезнь крона. И предраковые изменения дисплазии, карцинома инситу, есть скрининг рака толстой кишки. То есть вообще в мире всего осталось 3 скрининга, 4 для ротовой полости, но ротовая полость это Индия, страны Юго-Восточной Азии, там где это имеют, входят они в первую пятерку, в первую десятку. В большинстве стран мира рак ротовой полости не входит даже в первую десятку. Поэтому осталось 3 скрининга, скрининг рака молочной железы, скрининг рака шейки матки и скрининг рака толстой кишки. Вот скрининг рака толстой кишки, который в нашей стране финансируется из системы ОМС. Люди в возрасте 50 лет, имеющие среднестатистический риск, ежегодно кал на скрытую кровь и ректороманоскопия, если она выявлена, и колоноскопия. Но не буду говорить о всех проблемах с этим связанным. И есть умеренно, есть высокий риск, но все то же самое, только гораздо раньше, гораздо чаще и при высоком еще генетическое тестирование. Колоноскопия, вот так выглядят гиперпластические полипы, наверху не предраковые, это так выглядят аденоматозные полипы, так выглядит рак. И опытный эндоскопист, он уже на эндоскопии отличает гиперпластический полип от предракового аденоматозного. И это успех хирургической профилактики рака толстой кишки, на это все направлено. Они кровят, делается ректоромано-колоноскопия, потому что 75% полипов это прямая и сигмовидная кишка. Поэтому более безопасные процедуры, можно их выявить. И удаление их эндоскопическое, снижается смертность, четко доказано. Есть химиопрофилактика рака толстой кишки, Food and Rack Administration, два вот этих препарата, аспирин и ингибитор ЦОК-2, целикоксип, рекомендуют для химиопрофилактики рака толстой кишки в группах риска. В том числе у пациентов, которые имеют аденоматозные полипы, излечены.